День 1639, Алекс на связи. Я планирую настроить новый сервер умного дома на базе микрокомпьютера Orange PE3. Я там установлю Home Assistant, но все остальные настройки тоже нужно будет слегка сделать. Конечно, я возьму образ и не буду все с нуля настраивать, но достаточно много изменений нужно делать. И если такие изменения возникают, то я делаю следующим образом. Этот микрокомпьютер может работать как с SD-карты по аналогии с Raspberry, так у него есть и встроенная память 8 ГБ. По большому счету я сначала на SD-карте настраиваю всю систему, то есть все большие изменения вношу тоже на SD-карте. Там устанавливаю нужные библиотеки, нужный софт. И только после этого делаю перенос уже внутреннюю память. Там есть в биосе, так сказать, этого компьютера специальная команда, которая позволяет просто перенести с этой SD-карты во внутреннюю память. Все данные, там операционную систему, со всеми настройками. Это конечно очень удобно. И единственное там ограничение, что если SD-карта используется большая, нужно смотреть, чтобы не было превышения размера, то есть не больше 8 ГБ. Если вносить изменения сразу потом во внутренней памяти, то возникают разные проблемы, связанные с тем, что есть там функция сделать резервную копию из внутренней памяти на SD-карту. Но сколько раз я пытался запустить, она ни разу не заканчивалась успешно. То есть она очень медленно делается. И при этом надо, чтобы на SD-карте было как раз достаточно, чтобы туда скопировать весь этот образ внутренней памяти. Он фактически сохраняется как полный имидж. И конечно размер его будет ровно 8 ГБ. Ну и дальше, даже если он сохранен, чтобы им как-то пользоваться и его допустим изменить или снова залить, то нужно будет просто брать этот образ, еще раз его устанавливать на SD-карту и потом с этой SD-карты переносить во внутреннюю память. Конечно, это все не очень удобно. Ну и в принципе, когда я SD-карту использую и с нее, например, нужно тоже сделать какую-то копию. И допустим перед какими-то большими сложными исправлениями или там апдейтами, я делаю копию с этой SD-карты. Потому что много раз было, когда там после обновления, там что-то перестает работать, либо совсем серьезно перестает работать. И нужно сначала разобраться, прежде чем продолжать. И иногда просто не хватает времени там долго-долго разбираться. Или, например, часто было, когда там да, это известная ошибка, она точно не исправлена, точно не работает. И просто нужно откатить систему назад, но уже если копии нет, то это практически сделать невозможно. Но если использовать большую карту, то возникает другая проблема. При копировании этой карты образ получается полностью размером с эту карту. И, конечно, можно принудительно сделать ограничение, например, сразу форматировать на меньший объем. Но, в принципе, если так не делать, то размер будет большой. И потом нужно там специальная утилита, она под Linux работает, которую можно использовать. И тогда все свободное место на этой SD-карте, ну, на этом образе, оно будет исключено. И размер станет, в принципе, нормальным. Но это просто очень долго делается. И поэтому лишний раз запускать эту функцию, там, конвертация этого имиджа не очень удобно. А дальше, конечно, можно вообще ее просто там каким-нибудь архиватором сжать. Она, в принципе, размер становится аналогичной. То есть, только занятая информация реально остается. Но потом все равно надо будет разворачивать, где-то иметь место на компьютере. Достаточно, чтобы это развернуть. Ну, и запись на SD-карту тоже будет выполняться дольше, если это большой образ. При переносе готовой там настроенной операционной системы со всеми уже там программами во внутреннюю память. Часто тоже возникают разные ошибки. Они, конечно, нигде не задокументированы. И приходится их искать самому. Одна из ошибок, это то, что сервис ZigBeturn QTT, он сам не запускается при переносе. И его нужно один раз зайти вручную запустить. И прямо из соответствующей территории. После этого он уже будет запускаться как сервис, нормально работает. Есть еще проблема, связанная с подключенными колонками по Bluetooth. Ну, у меня это не колонки, а усилители, работающие по Bluetooth. И при переносе во внутреннюю память тоже они вроде видятся. Но на самом деле система не может к ним подключиться. Нужно один раз зайти. Причем это нужно сделать именно через визуальное подключение. То есть через VNC. И там уже делать все настройки. То есть зайти в параметры адаптера Bluetooth. И заново каждое устройство переподключить. И только после этого оно начнет управляться автоматически. И разные скрипты смогут уже подключать устройство, отключать устройство. И будет все работать хорошо. У меня там используются скрипты для управления Bluetooth этими устройствами. Которые при нажатии определенной кнопки запускают сценарий. Которые отключают все другие Bluetooth устройства. И подключают нужное. И дальше запускается там MPD плеер. Который по сути на этот Bluetooth канал выводит музыку. И раз подключена определенная колонка. То она и играет. Это очень удобно. Я уже очень давно этот функционал использую. Конечно были разные сложности. Сначала там было почему-то решено разработчиками использовать. Дельную библиотеку для управления аудио. Аудио это пульс. И она конечно во первых там достаточно сложнее настраивается. Ну и поскольку она встроена в саму операционную систему. Она там запускается специфическим образом. То есть ее нельзя не выключить. Не включить уже никакими командами. Это не очень хорошо конечно сделали. Ломать систему не хотелось бы. И для того чтобы там настроить допустим вывод именно по Bluetooth. Пришлось там очень много специфических делать действий. Которые повторять каждый раз совсем не хочется. Там надо включить загрузку определенного сервиса. Потом там определенные подменить библиотеки. И в общем делать так чтобы они запускались. Причем делать так чтобы они не дублировались. А на операционной системе еще сделано так. Что есть еще отдельная группа автозапуска. Которая тоже нужно там все выключать правильно. Я это все прошел там несколькими способами. Несколько раз. Все задокументировал. Но конечно повторно это делать не очень удобно. И я просто возьму готовый образ. И его использую. Конечно иногда хочется перейти на более свежую версию Linux. И это реально большая проблема. То есть проходить весь этот квест еще раз. Каждый раз это очень много времени занимает. И даже там элементарно установка того же Home Assistant. В принципе очень не быстрая. Потом поставить Hacks. Это отдельный модуль для управления. И установки дополнительных библиотек. Которые не являются стандартными для Home Assistant. А просто разработчики разные делают. Это тоже очень медленно. Потом все модули устанавливают очень медленно. И поэтому конечно. Особенно какой нибудь там ZigBit у МКТТ настраивать. Это еще тоже очень долго и сложно. И гораздо проще конечно. Использовать уже наработанный и готовый образ. Ну и для там настройки разных устройств. Этого допустим ZigBit стик. Его тоже нужно перепрошивать. Я нашел определенную прошивку. У меня сейчас несколько таких стиков прошитых есть. Пока не планирую их переделывать. Более свежие версии. Но очень часто бывает так. Что по какой-то причине там версия ZigBit МКТТ. Перестает быть совместимой. И нужно все равно прошивку менять. Но вроде пока там прошивка старая. Она вполне совместима с новыми версиями этого сервиса. И по сути можно ее и использовать. Конечно у этих стиков есть ограничения. Они не поддерживают ZigBit 3.0. И устройства некоторые конечно могут не работать с ним. У меня есть другие стики отстановки. Которые подороже стоят. И вроде там и мощнее немножко. Но их можно и не использовать. Если все что там покупается. Все устройства и датчики работают корректно. Из настроек это в Home Assistant. Нужно будет еще сделать возможность подключения по API. Чтобы там дается ключ разовый. И дальше можно будет уже скриптов разных. И на баш или на питон подключаться. И в принципе выполнять все те же команды. Которые и внутри доступны. Для OpenHub. Я его тоже планирую устанавливать на этот сервер. Конечно он в первую очередь для того. Чтобы иметь удаленный доступ к этому серверу. Точнее к датчикам и устройствам. Потому что в OpenHub есть бесплатное облако. Оно полностью функционально. И соответствует локальной версии. То есть там по сути ничего нигде не хранится в облаках. И просто предоставляется доступ. И если например подключаться через приложение. С телефона или с планшета. То он автоматически определяет. Какой это тип подключения. Облачное или локальное. И подключается к серверу. И дальше конечно там можно. Нужно будет прокинуть разные устройства в OpenHub. Я использую вообще там свой модуль. И свои специальные правила для интеграции. Они у меня автоматически подтягиваются. Из системы умного дома. Которые я собственно сделал. Там на базе локального веб сервера. На Python написанном. Но по большому счету. Есть конечно в OpenHub. И все необходимые интеграции. Базовые. И с MQTT. И с Zigbee. И их тоже можно использовать. И тогда эти все устройства будут доступны. Их тоже можно будет также там. По разным комнатам распределить. По разным группам. И в принципе интерфейс недавно обновился. Он такой стал посвежее. Там позволяет делать разные дашборды в OpenHub. То есть это тоже интересная система. И ее тоже планируем настраивать. То есть это м ahоко трохи. То есть это counterparts. Борус. Наст 可以.